Всем привет, ребятки! Сегодня у нас опять алкообзор и наконец-то долгожданный наш Бейлис появился, который я вам уже говорил А когда я вам говорил? А Шелинанс? Когда я последний раз точнее не последний, а вообще делал обзор вместе с ним я тогда купил и Бейлис. Бейлис это тоже ликер это его старший брат, наверное, или сестра не знаю как правильно сказать в общем он появился задолго до Шелинанса делает их одна и та же компания одна и та же фирма это тоже ирландский ликер появился он в 1974 году в Ирландии как вы могли бы уже догадаться но если Шелинанс это многосоставной так сказать ликер даже некоторые его называют не ликером, а коктейлем потому что он состоит из двух разновидностей черной и белой сливочная основа белая и темной то есть белый ликер и темный ликер там кофейно-шоколадный насколько я помню тут у нас чисто сливочный ликер ну и как они позиционируют себя конечно же это маркетинговый ход с отличным то есть ирландские виски с ирландским супер с ирландскими сливками а ирландские виски как мы знаем они в основном все или в основном или все в принципе тройной дистилляции то есть тройной перегонки они очень мягкие ну хорошие виски мягенькие такие получаются но прикол в том что вот я прочитал это 100% маркетинговый ход потому что везде где есть описание этого ликера везде делается очень большой акцент на то что это виски значит основа типа это сливочный ликер с виски это сливки виски виски сливки ну то есть зомбирование а на самом деле тут 90% мне кажется процентов я не знаю тут не написано но оно стоит на первом месте тут обычный спирт обычный ну вот даже можем прочитать значит состав этого чудного ликера я как бы не умиляю его за слух это действительно легендарный ликер это ликер номер один сливочный по крайней мере в мире считается это самый первый ликер сливочный в мире 74 года шутка ли начал производиться то есть лишний шериданс он в 90-х только начал а этот ого насколько насколько ранее до этого значит состав у него первое место а как мы знаем то что пишется первое его больше всего в продукте а у нас тут написан спирт этиловый ратификованный из харчовой и сыровины ну то есть из короче вы поняли спирт этиловый ратификованный вот ну и на втором месте у нас вершки и написано и виски так знаете не означает вершки и виски не вершки там запятая виски а вершки и виски ну то есть я предполагаю что это все понты вполне возможно что тут вообще нету висков висок виски вообще тут нету что это просто спирт сейчас попробуем я не знаю вкус он понравится мне не понравится шеринас мне понравился просто бомбически это настолько было вкусно а этот интересно у нас тут как обычно представлен лед в таком случае в случае в случае ликеров ну и пьется он в принципе со льдом из него также еще делают очень много знаменитых коктейлей например всем известный Б-52 коктейль вот делается добавляется он и в кофе и с мороженым и десерты всякие с маскарпоне делается реально популярный как мы понимаем запах сразу такой спиртозный немножко пошел бутылка настолько черная настолько так давайте наверное со льдом или сначала глоточек без льда попробуем бутылка настолько черная что тут вообще ничего не видно то есть если на каких-то темных она просматривается это просто полностью темная наклеечка тут такая обычная наклейка но она как это выпуклая то есть такая объемная вот так вот бутылочка выглядит это 0.5 бутылка приобреталась мною давным-давно вместе с Шеридансом я их покупал одну и вторую цена у него точно такая же как у Шериданса но я брал по скидке не помню честно какая скидка ну по цене помню что была цена в гривнах если 550 где-то так или 530 гривен ну в рубли смотрите два с половиной раза дороже в рублях выходит по нынешнему курсу насколько я понимаю ну а в долларах это сколько получается в долларах это 20 долларов где-то 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 около 20 долларов да где-то так может чуть меньше вот интересно то что существует очень много аналогов этого ликера очень много ну что давайте пробуем цвет кстати не такой как в Шеридансе в белом то есть тот был чисто белый видите а этот он такой кофейный то есть как вот либо вареная вареная сгущенка либо шоколадное молоко вот что-то такое тоже густой но цвет другой пахнет классно пахнет как тот но тот все-таки поинтереснее потому что там два вкуса было два запаха тут чисто вот сливки алкоголем пахнет в принципе очень похож на вот если отдельно тот попробовать зажать зажать одно отверстие так сказать той бутылки попробовать чисто белый то чем-то похож но в то же время и похож даже когда вместе их наливаешь потому что там кофейно-шоколадный помните ликер черный и сливочный белый то тут тоже такое кофейное что-то шоколадное есть вкусненько я честно говоря думал что будет совсем другой вкус одну добавлю вообще хотя я хочу сказать лед действительно делает его более приятным на вкус то есть не такой резкий не такой может быть сладкий не такой густой но во-первых прохладный становится это уже большой плюс когда теплый такой не пятной ну так интересно так вот очень большое количество сейчас делается аналогов этого ликера ну и как многие вот знакомая есть которая пьет именно аналоги берет как правило да и я в принципе не буду врать пробовал значит я не помню как они называются но тоже ириш крем вот такого образца образа и подобия как белис они стоят ну раза в два наверное дешевле ну почти полтора в два раза дешевле чем белис вот а конечно у них на сайте там написано в этих ребят белис типа вот вот у нас там запатентованное производство мы так долго это все вынашивали эту идею создавали там соединяли чтобы оно было консистенция в общем все в строжайшем секрете держится вся рецептура производства ну знаете как обычно это все пишется в каком секрете если я говорю ну я как минимум у нас в городе в магазинах видел три или четыре три или четыре фирмы других просто но с таким же ириш кремом то есть один в один как этот только другие фирмы четыре разновидности ну они кстати тоже бывают именно белис он бывает очень много у него там разновидностей и ну в общем ореховые там цитрусовые по моему еще какие-то разновидности но это оригинально считается ну я думаю наверное самый вкусный потому что ну с орешками может еще вкуснее так вот ну я говорят что это чересчур раздутый раздутый бренд раскрученный ну и то что может быть он стартовал раньше всех все-таки 74 года это сколько времени он уже на рынке в связи с этим типа у него такая цена все остальные ничем не хуже но цена существенно ниже а я в принципе это подтверждаю потому что я говорю я вот буквально ну недели две наверное назад пробовал вот этот вот ириш крем тоже ирландский кстати все абсолютно даже производство то есть тоже в Ирландии но этот конкретно в Дуплине по моему делается вот тут не знаю где но тоже ирландский в общем вкус идентичный абсолютно стоит ли переплачивать ну я думаю нет зачем просто из-за того что вы скажете я пил белис или пила ну как по мне вкус одинаковый кто кто-то может пил другие аналоги напишите в комментах действительно разный вкус или одинаковый ну мне абсолютно кажется одинаковый поэтому переплачиваются такие бабки но это я вообще вот считаю что весь алкоголь который легкий алкоголь тут у нас 17 между прочим градусов алкоголя то есть он достаточно легкий весь легкий алкоголь будь то вино ликеры до пива то же самое там шампанское вот у меня честно говоря я не вижу смысла за него такие большие деньги платить вот как например за виски или за коньяк потому что выпивается он вот так вот то есть это бутылочка но это я же говорю как десертик его можно пить там за полчаса выпить в легкую а еще если там с мороженым с каким-то еще с чем-то поэтому платить блин 20 долларов за бутылочку и фух ее нету то а за 20 долларов можно купить неплохой виски даже односолодовый можно купить виски вот и смаковать эту бутылочку достаточно долго ну понятно кто-то найдется смельчаки которые выпьют это залпом можно сказать но все-таки если хороший виски я наливаю и по чуть-чуть его выпиваю оплатить такие деньги повторюсь за легкий алкоголь я ну не то что не готов ну я не знаю вина да вот эти классные французские блин цена там есть же вообще сумасшедшие майот например этот если я неправильно может называю майот или моет шампанское оно же вообще там по-моему от сколько у нас ну я видел в магазине у нас бутылочку я так тоже понимаю там разные разновидности у нас бутылочка стоила 100 евро 100 евро бутылка представьте шампанское блин оно вообще как вода ну для меня вода его выпиваешь и забыл вообще что оно есть и такие бабки платить ну в общем каждый решает сам себе значит какой резюмируем наш обзор в общем прикольный классный классный ликерчик но я не вижу смысла покупать именно это то есть как таковой ликер вкусный но торговая марка ну слишком раздутая слишком раздутая слишком понтовитая вот этим мы там добавляем виски да спирт тут по сути спирт это большую часть составляет значит этого ликера а потом может там капельку знаете для запаха хотя я его даже не почувствовал виски ирландского капали и все то есть берите обычные дешевле аналоги и наслаждайтесь кому нравится но мне что больше понравился все таки шериданс поинтереснее сто процентов поинтересней ну как бы я и выражал свои эмоции в обзоре можете посмотреть кто не видел отличный отличный такой ну во первых бутылка чего стоит да интересная такая такого не видел кстати аналогов на шериданс я не слышал что есть такие аналоги может быть потому что немного времени прошло то есть он достаточно молодой там 90-х еще не создали аналоги ну а может быть и нифига и нету такого у этого же полно аналогов берите там дешевый не ошибетесь а так-то так-то ликерчик неплох скоротать вечерок после плотного ужина как десертик очень даже неплохо в общем такой был обзорчик этого замечательного напитка девочкам я думаю понравится да и мальчикам может некоторым мне в принципе сладенькое тоже нравится но я же говорю я не готов платить такие деньги за за столь некрепкий напиток в общем всем удачи всем пока подписываемся на канал оставим лайки и ждем новых видео чао